Содержание жилищно-коммунальной инфраструктуры дорожает зимой, как раз тогда, когда начинается рост неплатежей ежкаролинцев по счетам. В этом году, по данным Комитета по расчетам и платежам администрации Ежкаролы, долги горожан составили 185 миллионов рублей. Рецепт борьбы с крупными неплательщиками, чья задолженность начинается с 50 тысяч следующий – переселять съемщиков муниципального жилья в специально создающиеся на базе городских общежитий квартиры. Есть у властей и метод воздействия на собственников приватизированного жилья, игнорирующих платежи за жилищно-коммунальные услуги. За год общая задолженность ежкаролинцев за услуги ЖКХ, по самым компетентным данным, которые представляет Комитет по расчетам и платежам администрации столицы Мариел, выросла почти на 20 миллионов рублей. Это наша прошлогодняя встреча с руководством ЖУК «Заречная». Заместитель руководителя компании Нина Морозова приводит цифры. Доходы компаний – 140 миллионов, а долги жителей как за жилищные, так и за коммунальные услуги составляют 50 миллионов рублей. А это офис ЖУК «Заводская». Аналогичная беседа с руководством уже год спустя. Заместитель директора Николай Зверев оценивает стоимость произведенных за год работ 140 миллионов рублей. Задолженность на начало марта – 53,5 миллиона. Похожие цифры, похожие методы борьбы с неплательщиками. Самая главная мера – предупредительное письмо о том, что платить нужно. Вскоре его получат каждый из 218 наиболее злостных неплательщиков, чья персональная задолженность составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Это накопление долгов, я считаю, что пока связано с тем, что в новогодние праздники какие-то определенные времена люди отдыхают. Кому-то за эти праздники слиния не производится, то есть люди отдыхают, зарплата маленькая. Но, с другой стороны, и есть люди, которые и не только не платят меры после праздников, но и в течение всего года. То есть этот долг копится и он нарастает каждый месяц. В конце прошлого года власти и Шкарлы обозначили свою позицию по отношению к тем, кто не платит не только зимой, но и все остальное время. Места для переселенцев будут изысканы в городских общежитиях, где сохранился еще достаточно обширный фонд муниципального жилья. Есть у нас и хуже общежития намного, где степень благоустройства значительно хуже. Вот, например, в Семеновке общежитие у нас, там выгребная яма, санузел, это все на улице, нет холодной воды, это колонка рядом со зданием, там имеется только электричество и газ. Впрочем, жилье для должников еще нужно подготовить, и здесь проблемы решаются посредством судов. Битва за спорные территории как раз и проходит в эти дни, причем особо щекотливые ситуации, связанные с репутационным ущербом для столичных властей, доходят до газетных страниц и телевизионных экранов. Другой метод результативного воздействия на неплательщиков связан с прямым вычетом их долгов из зарплаты пенсий. Таким образом, гасят задолженность более 500 жителей Ишкаралы. Ну а собственники-неплательщики в соответствии с жилищным кодексом могут лишиться квартиры после обращения коммунальных организаций в суд и соответствующего судебного решения. Их квартира в этом случае будет выставлена на торги, а из вырученных от продажи денег будет погашен долг бывшего собственника. Все перечисленные меры, кажется, вполне способны решить проблему текущих и даже многолетних долгов. Осталось лишь подождать какое-то время, чтобы сравнить соотношение доходов организации ЖКХ и сумм неоплаченных гражданами счетов. Пока долги составляют примерно треть от общей суммы планируемых поступлений. Именно они, по мнению специалистов, влияют на качество обслуживания.